МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, с чего все начиналось и как развивается ситуация сейчас. Сразу хочу оговориться, что проблема, вопрос этот достаточно тонкий, достаточно острый. У нас на территории республики живут обширные армянские и азербайджанские общины. И вот даже с этой точки зрения самая главная задача наша с вами, анализировать эти вопросы, ни в коем случае не допустить разжигания межнациональной или межконфессиональной розни, потому что это первый признак, принцип того, как стравливать народы вообще на территории любого государства и за всю историю человечества. При этом, безусловно, здесь на самом деле сталкивается христианская община и мусульманская. И, с другой стороны, этому конфликту достаточно много веков. Азербайджан себя считает младшим братом Турции, то есть влияние Турции на Азербайджан достаточно значительное. Но все эти вопросы, они укладываются, знаете, в какой ряд? Связаны с тем, что произошло в мире в 2008 году. Дело в том, что даже несмотря на то, что вот эти конфликты межнациональные, межконфессиональные, всегда на территории Российской империи или Советского Союза, или после Советского Союза, вспыхивают с утроенной силой, прежде всего потому, что разваливается сама империя. То есть, когда империя, как сдерживающий фактор, как цементирующий фундамент, держит разные народы, разные конфессии, разные языки, то таких конфликтов кровопролитных, а по предварительным итогам, количество погибших с ночи 2 апреля по сегодняшний день достигло порядка 60 человек. И эти конфликты, на самом деле, они не нужны ни одному народу, ни тому, ни другому участникам конфликта. И вопрос империи, он на самом деле значим, и мы к нему сегодня еще вернемся. Но в 2008 году произошел прецедент Косово. Дело в том, что после Ялтинского мира, когда была перекроена в какой-то степени карта Европы, когда была перекроена карта и других стран, участниц Второй мировой войны, Ялтинский мир постановил такой принцип незыблемости государственных границ. И этот принцип соблюдался вплоть до распада Советского Союза. И вот по инерции американцы, как однополярный полюс управления миром, конечно, могли и раньше допустить себе, ну, скажем так, такое презрительное отношение к границам, но смогли они это осуществить только в 2008 году, зимой, когда они признали Косово. Косово, причем это был не ответ, например, на какую-то агрессию. Это не было результатом вооруженного конфликта. Это произошло через 10 лет. Это произошло в результате определенной подготовки европейских элит. Это было сделано в одностороннем порядке. Это было обставлено таким образом, что, мол, это не имеет никакого отношения к межгосударственным отношениям и к принципам, заложенным еще во времена Ялтинского мира. Через полгода после Косово, в 2008 году, после агрессии Грузии против Цхинвала и против Абхазии, Российская Федерация в одностороннем порядке и в порядке ответа признала новые образования республики. Это Южную Осетию и Абхазию. И разница между этими событиями, это примерно в полгода. Но тогда это было сделано в результате ответа на агрессию. И тогда это было обставлено совершенно другим способом. И получается, что Российская Федерация, которая 18 лет до того момента находилась в состоянии, после распада Советского Союза, находилась в достаточно подчиненном и политическом, экономическом положении относительно Запада, который диктовал правила игры на этом поляне, было сказано следующий месседж, что Россия не позволит в одностороннем порядке ломать международную систему государственного устройства. Какое это имеет отношение к Нагорному Карабаху? Это имеет отношение прежде всего к тому, что президент Армении заявил, что в случае, если конфликт будет развиваться и дальше, то Армения станет перед необходимостью признания Нагорно-Карабахской республики. А это в рамке прецедентов Косово, Южной Осетии и Абхазии. На самом деле, вот этот вот сценарий, который сейчас раскладывается, он во многом показывает ситуацию, связанную вот с чем. Я сейчас хочу приподняться над межнациональными отношениями, над обидами и над исторически сложившимися претензиями, территориальными, человеческими. Не будем забывать о Сумгаите, о резне в Баку и других вещах. Я уже не говорю о 1915-м годе. Давайте поднимемся над этой ситуацией и посмотрим с точки зрения того, как глобальные надстрановые элиты управляют различными интересами разных игроков и ведут их по направлению к определенным результатам. Они имеют определенные цели. Все мы с вами понимаем, что речь идет прежде всего об империи российской, которая, безусловно, имеет свои интересы на всех постсоветских территориях. Дело в том, что это обусловлено не просто нашим, например, желанием, а это связано с тем, что территория Закавказья была, вошла в состав Российской империи после достаточно продолжительных российско-иранских войн. Это Персия. И территория вот этого Закавказья, и прежде всего Азербайджана, не будем забывать, что Армения, она свою письменность не меняла за всю свою историю. Азербайджан, ну, в общем-то, с кириллицей на латиницу и такой, в общем-то, достаточно, ну, с исторической точки зрения, со второго приоритета, историческо-хронологического. Там меньше ресурс прочности. И вот получается, что с этой точки зрения Россия, безусловно, отвечает и заинтересована по периметру своих границ в сохранении определенного статус-кво какого-то мира. Понятное дело, что эту проблему все равно нужно решать, и эту проблему решать рано или поздно придется. Но весь вопрос в том, для этого необходимо ли убивать огромное количество мирных жителей и комбатантов военнослужащих, либо это можно решить каким-то другим вопросом. И вот здесь мы с вами полотную подходим к 91-му году или к февралю 17-го года, когда Российская империя в результате определенных политических событий разваливается и центробежные силы окраин начинают доминировать, то тогда сразу же вспыхивают межнациональные конфликты, либо они вспыхивают приуроченные каким-либо событием. А мы не будем забывать, что Россия, в принципе, одержала значительную моральную, еще не оформленную окончательно победу в Сирии. Эта победа, на самом деле, она связана с очень многими факторами. Во-первых, мы положили конец вот этому разрастанию вот этой гидро-ИГИЛ и, знаете, положили конец ее увеличению, увеличению ее ресурсной устойчивости. Грабеж нефти, торговля артефактами и пальмиры в том числе, это все достаточно большие денежные ресурсы, которые направлялись непосредственно на взращивание вот этого псевдогосударства. Если коснуться этого псевдогосударства, оно, безусловно, имеет некоторое отношение к конфликту в Нагорном Карабахе, то стоит вспомнить о том, что партия БААС, которая является фундаментом ИГИЛ, там очень после Второй мировой войны значительное влияние в создание этой партии имели выходцы из гитлеровской Германии. Даже некоторые флаги государств, которые ИГИЛ рассматривают своей плацдармом, своей территорией, они на самом деле, как арабская вязь, наоборот, повторяют флаг Третьего рейха. Это достаточно интересная деталь, связанная на уровне символов. И получается, что вот ИГИЛ, Турция, Эрдоган, они на самом деле в сценарии, в алгоритмике вот этого сценария призваны создать некое образование, связанное с тем, чтобы создать, ну, Четвертый рейх в каком-то виде, но только под исламистскими флагами. И с этой точки зрения возникает определенная ситуация, направленная на то, чтобы сделать некую разведку боя. Общее мнение, сложившееся после событий 2, 3, 4 апреля, заключается в том, что поскольку президенты Азербайджана и Армении находились в Соединенных Штатах, и Эрдоган, собственно говоря, там находился, то вот эта вот ситуация, она вызвана какими-то надстрановыми мотивами. При этом понятное дело, что в самом Азербайджане есть партия, которая направлена на то, чтобы следовать твердонационалистическим устремлениям, вырезать всех, которые не вписываются в их представления о добре и зле. Но то же самое в Азербайджане есть и партия, которая направлена на то, чтобы вырулить саму государственность, сохранить государственность Азербайджана и сделать так, чтобы конфликты эти улаживались не военным путем. Это позволит, ну, во-первых, решить массу вопросов геополитического характера. Геополитического имеется в виду прежде всего со своими соседями, а у Азербайджана основной сосед — это Российская Федерация. Причем это основной ресурсный сосед. И то, что Азербайджан после обретения своей независимости вдруг принял решение о латинизации своего языка, своей письменности, говорит о том, что Азербайджан перестал рассматривать Российскую Федерацию как аудиторию для сообщения того, в каком направлении движется Азербайджан. Это на самом деле очень большая проблема, потому что вот этот диалог на всех постсоветских территориях — это одно из условий сохранения мира. И вот в этом контексте я хочу остановиться на том, что вернуться к вопросу империи. Если сложится ситуация, при которой непризнанные республики, другие осколки бывшего Советского Союза, которые находятся в состоянии непризнанных республик, которые находятся в состоянии каких-то санкций и так далее, если они выразят желание присоединиться к Российской Федерации в рамках федерального договора, то это может быть выходом из ситуации, при которой действительно существует во многих странах между Францией и Италией идет многовековой конфликт за Андорру. Существуют территориальные претензии на Ближнем Востоке. Есть некоторые территории, которые безусловно являются таким яблоком раздора, который впрямую решить невозможно. Существует накопившаяся историческая усталость от этого конфликта, существует какая-то даже межнациональная ненависть, которая очень легко вспыхивает спичкой, поднесенной со стороны, в результате которой начинается массовая гибель мирных жителей, обстрелы градами населенных пунктов, и все то, что происходило на границе Наговорного Карабаха, наверное, с самого 1994 года. И вот эту ситуацию решить участием только двух сторон, скорее всего, в краткосрочной перспективе, наверное, и не так-то и просто. Всегда нужен посредник, всегда нужен некий арбитр, причем арбитр более высокого уровня, который может обеспечить управление такими территориями вместе с этими конфликтующими сторонами, и это может, во всяком случае, позволить достичь определенного мира. В любом случае, хочу повторить, что с нашей крымской точки зрения, а Крым – это маленькая Россия, это многонациональный край, в котором живут множество народов, которые на самом деле вырабатывают, испытывают, тоже вот такая разведка боем, знаете, мы в своей жизни, в своей повседневной деятельности отрабатываем алгоритмы поведения, как могут на компактной территории уживаться представители разных народов, разных конфессий и разных религий. Вот пример Крыма, он может послужить, ну, знаете, такой подсказкой того, как этот конфликт, в принципе, можно решать. И президент Российской Федерации, он на самом деле сегодня провел ряд телефонных разговоров с президентами Азербайджана и Армении, и вот это посредничество, оно, в общем-то, уже началось на таком высоком уровне. До этого, вот эти три дня, все происходило, как говорил пресс-секретарь президента, на экспертном уровне. В любом случае, все признают, и Министерство иностранных дел Азербайджана, кстати, тоже заявило о том, что готовы в одностороннем порядке прекратить боевые действия, но это одно лицо государства. Есть еще другие лица, и поскольку всегда есть клановое разделение, одни кланы за то, чтобы война до победного конца любой ценой, а другие кланы за то, чтобы каким-то образом найти компромисс и сохранить человеческие жизни. В любом случае, процесс этот идет, для нас с вами важно понимать, что не сами по себе существует Армения и Азербайджан. Существует еще несколько игроков, это Иран, Турция, Россия. Существуют еще надстрановые глобальные элиты, прежде всего это Соединенные Штаты, и все органы управления надстрановые, которые управляются из Соединенных Штатов, а это НАТО, ЕС и так далее, и так далее. Мы с вами зафиксировали моральную, прежде всего, и политическую победу России в сирийском конфликте, когда даже выйдя основными своими ресурсами воинскими из Сирии, но сохранив там какое-то частичное присутствие, Россия обеспечила переговорный процесс. А там на самом деле конфликты примерно такого же уровня. Они межконфессиональные, они межнациональные, они межклановые. И получается, что вот эта победа в Сирии, которая зафиксирована очень многими наблюдателями, она потребовала определенного ответа. И вот этот конфликт на Горном Карабахе, который сейчас в СМИ освещается очень подробно, очень большое внимание к этому конфликту. При этом хочу обратить внимание, что примерно такого же уровня конфликт, обстрелы со стороны Азербайджана и ответные действия вооруженных сил на Горного Карабаха, они происходили даже в канун начала нашей операции ВКС в Сирии. Это было 24 сентября 2015 года и 30 сентября 2015 года. Но поскольку СМИ в основном освещали события в Сирии, то вот этот конфликт тогда так вот сильно не освещался. В любом случае есть внешние силы, которые поддерживают этот конфликт в тлеющем таком замороженном состоянии, для того, чтобы использовать его для поджигания периметра Российской Федерации. И эта разведка боем, она на самом деле указывает вот на какие еще риски. Дело в том, что поскольку мы воюем с ИГИЛ, а это не только, знаете, террористическая организация, и не только и регулярные армии, фактически регулярная армия некоторых западных государств, это еще и государство, которое имеет определенную идеологическую подоплеку. Оно имеет символьную подоплеку, оно имеет цели заявленные, и эти цели на самом деле являются глобальными. А это сила, которая направлена на то, чтобы переустроить весь мир и перекроить границы и на Ближнем Востоке, и в Европе. И так, как сказал президент Обама в одном из своих выступлений, он сказал, что 21 века знаменуется появлением новых государств и новых народов. И вот эта сила, которая формируется на территории Ирака, Сирии, Турции, которая имеет определенную идеологию, это и есть инструмент этого перекраивания. И поскольку основное население в Азербайджане это шииты, а шииты для исламского государства это враги, то нужно 10 раз подумать, нужно ли разжигать этот конфликт до такой степени, чтобы, например, война, которая развернулась в Ираке, в Сирии, на приграничной зоне с Турцией, чтобы она перекинулась туда, но уже с более другим контекстом. Ведь на самом деле война, если разжигается, то туда как в топку вбрасываются огромные материальные ресурсы, оружие и люди. И эти люди на самом деле могут приезжать туда из разных сторон. Тем более прошло сообщение, что даже вот в этом конфликте 2 апреля были неизвестные снайперы, ну, снайперы это образное в кавычках название, которые стреляли в обе стороны. То есть разжигать такие конфликты, это целая технология, отработанная Западом, ну, достаточно филигранно. Это тоже нужно учитывать. В любом случае, это была разведка боем, сейчас она локализуется. О необходимости перейти, остановить боевые действия, безусловно, при любых раскладах, говорят многие политики, которые понимают, что это, знаете, такой фальшстарт разведка боем. Но, тем не менее, многие аналитики прогнозируют, что по периметру, ну, например, на границе Афганистана и Таджикистана и так далее, и так далее, там, где ИГИЛ существует, это может вспыхнуть по такому же принципу, может вспыхнуть следующая разведка боем, которая направлена прежде всего на глобальную задачу переустройства государств, создания новых народов, переселения народов, что мы с вами можем видеть на примере той же Европы, Греции, Германии, балканских стран, Венгрии, Чехии, которые уже, собственно говоря, пытаются вырабатывать какие-то меры для того, чтобы вот это переселение народов каким-то образом остановить. Это что касается Нагорного Карабаха. По событиям в Украине хочу сказать, что разразился, ну, такой офшорный журналистский скандал, о нем много говорят, о нем много задают вопросов. Это тоже глобальная такая, знаете, репетиция, связанная с тем, что поскольку у финансовой системы существует глобальный хозяин, который регулирует, который контролирует передвижение средств, ну, прежде всего, в англосаксонской части, а все офшоры делятся на два типа офшоров. Существуют английские офшоры, офшоры в английской юрисдикции, и существуют китайские офшоры. Китайских очень мало, там достаточно жесткие правила по выводу денег, а фактически основная офшорная система мировая, как ухода от налогов, как складирование прибыли, например, через кросс-курс, через три валюты, либо вывоз какой-то прибыли, ренты из земли, складирование там этой прибыли, это все контролируется англосаксами или атлантическим крылом глобального предиктора, и поэтому, когда возникают компроматы, особенно такие массированные, когда собираются по 400 журналистов, которые в своих странах выкладывают компромат, этот компромат не судебный, не уголовный, он скорее политический, который показывает, что политики, пользоваться офшорами юридически, в общем-то, предпринимателям не возбраняются. Но когда этим начинают заниматься политики, особенно президенты, например, той же Украины, когда был уловайский котел, и волонтеры собирали пожертвования для ВСУ, тем не менее, в этот момент вдруг оказалось, что президент Украины сумел там перечислить и положить себе на счет, хотя он клялся, что он там продаст все свои активы, такую значительную сумму денег, которая на самом деле повергает всех в шок. Это политический инструмент влияния на элиты, который говорит следующее, как бы вы себя нехорошо не чувствовали на земле, с которой вы берете ренту, тем не менее, существует управа и на вас, и это на самом деле, ну, такой управляющий, управленческий такой жест, который на самом деле, ну, всегда можно найти счет, всегда можно найти бенефицара, всегда можно к нему прийти и сказать, что надо делать в том или ином случае. Это точно так же, как это было в Египте. Когда убирали Мубарака, то перехват управления проходил на втором этаже под президентом. Перехват управления шел на вот этом управленческом этаже, когда министры, когда разные силовые ведомства, которые тоже собирали ренту с земли, они складировали свою прибыль в офшорах с английской юрисдикцией. Дети учились там в разных вузах в других странах, и вот в один прекрасный момент пришли глобики, такие вальяжные люди в костюмах, показали им бумаги, говорят, это ваши счета, это ваши дети. Но вот с этого момента, если вы хотите, чтобы было все хорошо, вы будете делать следующие вещи. Так происходит перехват управления на втором этаже, снимается президент, и страна, например, осуществляется какой-нибудь Майдан или какая-нибудь цветная революция. Это отработанная технология. Поэтому вот этот журналистский скандал офшорный, который якобы направлен в одну сторону, нужно всегда понимать заказчика, нужно всегда понимать, какие цели преследуются, и с какой целью такие массовые вбросы, а точно так же есть, как есть хозяин у мировой финансовой системы и офшорного крыла, точно так же есть хозяин и у всех средств массовой информации в той или иной степени. Поэтому вот это синхронное действие, связанное на влияние на элиты, нужно рассматривать как инструмент глобального управления. Это вот что касается темы, связанной частично с Украиной, а частично со всеми элитами на нашей планете. Хочу сделать небольшое объявление, связанное с тем, что в городе Симферополе работают сценарные курсы, работает детская киношкола, и если есть желание приобщиться, то просьба найти в социальных нас сетях и созвониться по телефону, и мы с вами сможем обсудить те или иные формы взаимодействия по подготовке, например, специалистов телевизионного цеха. Мы готовим операторов, мы готовим звуковиков, мы готовим сценаристов, особенно сценаристов сериалов полных метров, вебизодов, это имеется в виду сериалов, предназначенных для интернета. Мы готовим колористов и, в общем-то, все-все-все подразделения, которые могут быть использованы, специалисты, которые могут использоваться в любых продакшенах. Поскольку Республика Крым после 2014 года так сложилась исторически, мы явились некой фабрикой смыслов для большой России, мы сконцентрировали общество, мы его консолидировали. Ну, понятное дело, не только мы. Мы это сделали по факту своего присутствия и своего воссоединения. То возникла настоятельная необходимость, связанная с тем, что мы должны продолжить эту линию, и мы должны предложить Российской Федерации и всему русскому миру огромное количество историй, которые изложены киноязыком. Это могут быть передачи, ток-шоу, это должны быть сериальные линейки, это должны быть полнометражные фильмы, которые Крым, не только как южная производственная база, которая встречает съемочные группы из центра, но и как сам генератор, продюсерский центр должен генерировать всей России и по вопросам межнациональных конфликтов, либо умиротворения, и по вопросам экономического выживания в условиях санкций, и по вопросам жизни различных сословий, различных слоев общества. На теле и киноафише таких историй нет. Представьте себе, например, историю о каком-нибудь бюджетном обраче, живущем в городе Ростове или в городе Краснодаре, или в Анапе, или в Новороссийске, или в Симферополе, или в Ялте. Таких историй нет на киноафише, а такие истории пришло время нужно создавать, потому что вот эта информационная война, которая идет с Запада, она ведь не только происходит на уровне конфликтов, на уровне перестрелок, обстрелов градов, это все видимая часть айсберга. Самое главное, что происходит в условиях информационной войны, это когда через фильмы, которые, например, у нас прокатываются в кинотеатрах, мы заходим в зал, мы видим фильм, мы покупаем билет, и через фильм, который произведен на Западе, и через фильм, в котором играют знаменитейшие актеры, мы воочию видим то, что противоречит федеральному законодательству. Пропаганда гомосексуализма, культ смерти, развенчание института семьи и так далее, и так далее, этот вал контента на самом деле, он огромен, и ему ничего не противопоставляется. И мне кажется, и мои коллеги разделяют эту точку зрения, Республика Крым может стать фабрикой смыслов, которая предложит другой путь развития медийной грамотности, экранных искусств, который позволит перехватить управление в части, касающейся кино и телеэкрана. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова